«Ну что, сегодня у нас первый такой жёсткий день. Сколько нам сегодня? 18 километров надо пройти?» «В горах случайных людей не бывает», – любит вспоминать фразу своего друга Антон Казбан. Не так давно он загорелся мечтой посетить семь самых высоких гор на семи континентах. Чуть меньше года назад удалось побывать на вершине одной из них – Эльбруси. Решение отправиться туда мужчина вместе с друзьями принял совершенно спонтанно. На физическую подготовку потратил всего два месяца. Каждый день бегал по 8-10 километров. Для путешествия на Эльбрус этого оказалось достаточно. И хотя поездка была интересной, ощущение особого восторга от покорения самой высокой точки Европы у него так и не появилось. «На Эльбруси было так. Зашёл, посмотрел по сторонам и думаешь, и что, и зачем вообще вот эти все мучения. Там же ничего нет, ни денег, ни каких-то возможностей. Ну ничего, пустота просто. Зачем ты это сделал?» Совершенно другим стало путешествие в Аргентину, на вершину горы Аконкагуа. Когда Антон услышал, что его знакомые организуют поход туда, понял, что это, возможно, его единственный шанс. Собралась группа опытных путешественников, с которыми отважиться на столь серьёзное восхождение, было не так страшно. Технически Аконкагуа считается несложной. Чтобы взобраться на вершину, не нужно специального снаряжения или особых навыков. К тому же на склонах практически нет снега. Однако высота в почти 7 тысяч метров над уровнем моря требует от путешественников большой выносливости. В качестве помощника группа взяла с собой гида, полгода прожившего в Аргентине. «Прилетев в Аргентину, мы немножко удивились, потому что там никто не знает английский язык. Им абсолютно всё равно. Если ты не знаешь испанский, то они будут тебе улыбаться, они будут всё пытаться объяснить, но пытаться заговорить с тобой на английском – нет». Ещё одной неожиданностью стала сиеста. «Вот это было удивительно. Когда ты идёшь по улице, вообще всё закрыто абсолютно. Только ездят таксисты, и где-то можно выпить чашечку кофе. А так абсолютно всё закрыто. Люди сидят с семьями на лужайках в парках, они пьют мате, они гуляют с детьми». Совершить восхождение удалось за 11 дней вместо запланированных 16. Антон уверяет, их группе по-настоящему повезло. Всё время путешествия стояла отличная погода. К тому же обошлось без травм и горной болезни. «До нас ребята спустились с горы, у них были прям обмороженные пальцы рук и ног. Очень сильный ветер был, очень много снега было. Мы зашли вот эти 11 дней, была идеальная погода, было солнечно, практически не холодно. На этапе восхождения там было где-то по ощущениям минус 20-25». Антон признаётся, во время восхождения были моменты, когда охватывал страх не дойти до конца. Но подводить команду и самого себя очень не хотелось. «Я реально пару раз мне было страшно. Первый раз – это когда мы в Плассе-Демулас поднимались в Канаду с полным рюкзаком. Мне именно страшно было даже начинать идти, потому что я думал, я не даю. Второй раз – это сегодня. У меня прям паника». Самыми сложными оказались последние 200 метров, вспоминает Антон. Практически вертикальное восхождение и конечная цель – прямо перед глазами. «Осталось несколько десятков метров». Там, на вершине второй в своём списке самой высокой горы в мире, Антон почувствовал детский восторг и облегчение. Понимание, что цель достигнута, дарило полное спокойствие и умиротворение. «Самая высокая точка Южной реки, самая высокая точка Двух Америк, самая высокая точка в мире, за пределами Азии. Мы это сделали. Думаю, что это я запомнил на всю жизнь». София Драговоз, Юрий Риутин, Севинформбюро.